С 2017 года на федеральном уровне принята совершенно новая концепция развития малого и среднего предпринимательства, которая предполагает уход в этом году от невозвратных видов кредита в пользу рыночных механизмов помощи предпринимателям. То есть это льготное кредитование. В Краснодарском крае создан и осуществляет деятельность фонд микрофинансирования Краснодарского края, который имеет статус микрофинансовой организации и учредителем фонда является администрация Краснодарского края. Данный фонд предоставляет льготные кредиты для предпринимателей со ставкой от 3 до 10% годовых, с суммой до 3 миллионов рублей и период до 3 лет. Ни одна кредитно-финансовая организация не может предложить такие низкие процентные ставки по кредиту. Требования чем-то вообще принципиально отличаются от тех, что предъявляют банки? Принципиально они не отличаются, потому что фонд имеет статус микрофинансовой организации, поэтому все законодательство, поручительство, либо залог здесь как бы все присутствует. Каким требованиям должен соответствовать предприниматель? Предприниматель, желающий получить кредит в фонде микрофинансирования, должен быть зарегистрирован на территории Краснодарского края не менее 3 месяцев. Для начинающих предпринимателей в фонде есть микрозайм «Старт» с суммой займа от 100 тысяч до 700 тысяч рублей и процентной ставкой до 7% годовых. Как я понимаю, речь идет о стартапе, так называемом, да? Да, это для начинающих предпринимателей, которые только решили заняться бизнесом, так сказать, встать на этот долгий, трудный, тернистый путь. Сложно получить кредит именно стартаперу, начинающему предпринимателю, потому что далеко не все финансовые организации охотно кредитуют именно таких, скажем так, молодых инициативных? Нет, не сложно. Для этого необходимо, если предприниматель у нас на территории города Анапа занимается деятельностью или решил заняться деятельностью, необходимо обратиться в наш центр поддержки предпринимательства городской. Администрация открыла данный центр в августе этого года с целью оказания консультационной и иной помощи предпринимателям. Необходимо обратиться в этот центр, где вас проконсультируют и помогут собрать необходимый перечень документов и направят этот перечень документов для рассмотрения в фонд микрофинансирования. А чем все-таки желательно заниматься? Предприниматель должен осуществлять производственную деятельность, это может быть либо сельское хозяйство, либо ремесло, либо производство что-то. Не должен осуществлять деятельность, связанную с игорным бизнесом, с производством, либо реализацией подакцизных товаров. Данные предприниматели у нас не субсидируются. То есть это производство, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, все что угодно, строительство, кроме розничной и оптовой торговли.